Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Светлана Абрамова, астролог. Здравствуйте, Светлана, очень рада вас видеть. Взаимно. Как у вас настроение? У меня настроение всегда хорошее. У астрологов не бывает плохого настроения, поскольку я не могу сказать, что я знаю все будущее. Но в общих чертах я его для себя предполагаю. Поэтому какие-то моменты мне гораздо проще проживать, нежели всем остальным людям. Я знаю, что вы можете объяснить еще все явления. Например, даже это ледяное лето. Правильно? Ледяное лето в силу того, что две тяжелые планеты застряли в конце огненных знаков. Уран стоит в 28-м градусе Овна, и Сатурн стоит в 29-м градусе Стрельца. Во-первых, это градусы, связанные, опять же, с влиянием холодных планет. Это фактически один и второй стоят в градусе, по-моему, Сатурна. Но они там все, или Марс, или Сатурн. И это действует как раз охлаждающе. И даже я знала, что июль будет холодный. Но я думаю, что июль будет теплее. Нет, оказалось, что в июле все было точно так же холодно. Хотя, казалось бы, должно было быть теплее. Нет, у нас Европа вся мучается от жары, а у нас вот такое прохладное лето. Но, с другой стороны, если вспомнить, что когда уран входил в знак Овна, у нас была засуха два месяца. И была такая засуха, что у нас наши гидроресурсы, они вот прям, многие речки вообще пересохли после этого. То вот после такого лета холодного, как сейчас, когда уран выходит из знак Овна, может быть, хоть какие-то гидроресурсы восстановятся. Ну да. Реки наполнятся водой. Да. То есть это несколько лет назад засуха, не 2010-й год? 2010-й год как раз. Вот цикл, да? 7 лет. 7 лет, цикл урана, все правильно. Он выходит из знака, он заходил с засухой, выходить будет вот такое вот холодное, вот такое вот ветреное, причем вот совершенно нервозное лето, когда вот тут все летает и кружится, называется. Да, я была поражена, что вы это мне тоже объяснили, почему у нас такое холодное лето. И я думаю, что многие удивятся сейчас. Ну, тут опять называется, кто-то скажет, это фигня, кто-то скажет, кто-то, может быть, действительно об этом полезет, в интернет искать объяснение, что это действительно так. Вот. Ну, тут называется, сколько людей, столько мнений. А давайте тогда к астрономии перейдем, чтобы всем стало понятно, откуда, по идее, произошла астрономия, и какие сейчас грядут события. Это неполное лунное затмение, я так понимаю, на четверть? Частное, полутеневое лунное затмение. Дальше солнечное затмение, персеиды. Вот давайте тогда поговорим вот об этом немного. Как бы участок, вот то, что касается персеид, мы этот участок Млечного пути проходим каждый год. Это некий отрезок эклиптики, в котором мы как бы оказываемся, и у нас это происходит как эффект падающих звезд. Но, как бы, всякий раз это зависит еще от самой, как бы, погоды и природы, что называется, насколько это будет видно явление, насколько это будет заметно. Вот. А то, что касается затмений, да, у нас вообще, как бы, в году бывает от четырех затмений до семи затмений. Вот, например, в год, сто лет назад, в год Великой Октябрьской революции, было семь затмений, и это как раз сказалось на событиях этого года. Солнечных затмений. И лунных тоже. И все вместе. Все вместе, да. То есть их было много. Это как раз вот и дало такой вот взбудоражный всплеск народной энергетики, когда народ просто смел все на своем пути, что называется, не думая о последствиях. И, как бы, это еще, кстати, один из моментов, почему рабочая крестьянская власть в лице Владимира Ильича Ленина смогла прийти к власти. Его, кстати, похоже, тоже консультировали. Да, наверняка. Да, наверняка. Я думаю, что у нас не просто так и Сталинки вот эти вот большие построены там. Да, 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 да. Вот, то, что касается затмений, которые будут 7 августа и 21 августа, то первое вот это лунное затмение, это оно будет в полнолуние. И полнолуние сам по себе, момент энергетики достаточно тяжелый. Многие чувствительные люди в эти дни ругаются со всеми окружающими. А здесь как раз надо вот быть, вот как воды в рот набрали называется, чтобы лишнего не сказать, ни на кого не напасть, никому гадости не наговорить. Поскольку луна в знаке водолея, она и так повышенно нервозная. Вот, а здесь мы будем ругаться со всеми подряд, особенно с друзьями. Соответственно, чем более тихо мы проведем эти дни, тем, в общем-то, лучше будет для нас. Полное солнечное затмение в 29-м градусе льва. Чем оно интересно? Это как раз тот аспект, что этот градус или панель пропал. То есть человек может сделать шаг вперед, заявить о себе, добиться большего, чем он имеет на данный момент. Или наоборот, вот у него буквально не хватит там совсем чуть-чуть, и он может обвалиться, что называется. Но сейчас вообще время, когда мы можем рассчитывать только на себя, когда мы можем о себе ярко заявить, когда вот всё внимание только на нас может быть сосредоточено. И, в общем-то, у нас всё получается и удаётся очень даже неплохо. Так что стоит сейчас всё равно делать шаг вперёд. Можно это делать. То есть не только расположение планет, вот сюда ежедневное, ну и такие моменты, как солнечное, лунное затмение, всё это на нас не имеет. Именно, именно как раз вот цикл затмений, он чем интересен. В моменты, вот коридор затмений, от многих вещей можно, например, избавляться. В том числе вот данный коридор затмений с 7 по 21 дает возможность избавиться от каких-либо негативных привычек. То есть там расстаться с алкоголем, расстаться с сигаретами, там, например, пойти там, например, заниматься каким-нибудь видом спорта. Всё будет гораздо проще сделать и на длительный срок, если это сделать вот как раз вот в момент вот лунных затмений. С другой стороны, когда у нас вот именно обозначен знак льва, а он сейчас выражен, то момент вот этого всеобщего, как бы я один такой необыкновенный, с одной стороны, это хорошо. Все люди как бы начинают проявлять свою яркую индивидуальность. Но здесь всегда надо помнить о том, чтобы не оказаться смешными в этом положении. Не стать колымой с нарциссом. Особенно в Рязани. Если по Москве, по Питеру так можно походить, да, и делать что-то... Да, необычное. То вот здесь, да, у нас это, в общем-то, сложно, могут не понять. А давайте немножко поговорим о глобальных вещах. Вот что нас ожидает наше человечество или, может быть, отдельные категории людей в ближайшее время? Будут ли перемены какие-то? С конца вот 1917 года Юпитер переходит в знак Скорпиона. И всегда, когда Юпитер идет по Скорпиону, в мире вообще происходят общий мировой процесс, такие трансформационные. То есть, если там до этого что-то было вялотекущее такое, то как бы после прохода Юпитера по знаку Скорпиона многие вещи, они как бы начинаются заново. Начинается некий новый отсчет. С чем-то будет покончено окончательно и бесповоротно. Что-то начнется вот буквально вот... То есть это как некий такой обновляющий момент. А учитывая, что у нас в 1918-1919 году будет великое соединение Сатурна с Плутоном в знаке Сказирога, это будет толчок для научно-технической революции. Появятся новые открытия, будут новые проекты технические, достаточно глобальные. Скорее всего, что мы выйдем в космос более основательно, чем это делается сейчас. Возможно, даже длительные какие-то полеты к дальним каким-то планетам будут организованы именно в ближайшие вот прям вот несколько лет. Но Луну опять возобновляют советскую программу. Ну вот, вот, вот. Это как раз все вот с этим же опять же связано, что освоение вот этого ближнего космоса. И как бы плюс еще то, что будут новые какие-то открытия, которые вот пока еще вот мы даже о них понятия не имеем. Это точно так же, как с сотовой связью. Вот ее не было, не было, а сейчас мы не знаем, как мы без этого жили. Вот. И как же это так без смс-очки-то? Но это все будет происходить не в России. У мы, видимо... Да, это вот как бы общемировые процессы. Мы пока от этого стоим в стороне. У нас пока все вот так вот немножко некая такая стагнация. Но, тем не менее, у нас стабильно хорошо, можно сказать. А в плане развития бизнеса я уже слышу, да, что вот сейчас как раз август-сентябрь – то время, когда стоит. Да, стоит что-то начинать. Можно эти проекты, они имеют право на жизнь. Но как бы здесь опять надо понимать, что предпринимательский талант им обладают далеко не все люди. И момент вот этой как бы жизни, при которой ты постоянно должен что-то придумывать, это как... вот есть концепция бизнеса, когда это как вот выращивание ребенка. То есть вот растет ребенок, каждый день что-то происходит. То же самое с бизнесом у человека. Вот он растет, и каждый день там что-то происходит. И когда человек вот этим предпринимательским талантом не обладает, нет у него предпринимательских качеств, он проще будет сидеть как исполнитель, получать какую-то там свою копеечку. Ну и, в общем-то, вот лишь бы только никаких вот там ничего. А тут должна быть постоянная авантюра. Тут постоянно надо, чтобы у человека что-то такое происходило, и он как-то, ну, называется, вот он мог только работать сам по себе. И он постоянно находится в поиске. Ага, я еще вот это придумаю, я еще вот так... Там надо где-то заряжаться. Дело в том, что, как правило, предприниматели, все люди очень творческие. Они находят для себя способ и самовыражения, и подзарядки, и всего остального. У них с этим все очень хорошо. Во всяком случае, как бы, вот этот как раз предпринимательский талант, это неспроста же купцы российские, Третьяков, основатель галереи, Савва Морозов, вообще, как бы, он, можно сказать, на его деньги революция делалась. То есть они всегда участвовали во всех общественных процессах очень активно. Поэтому, как бы, предприниматели – это всегда очень такая важная прослойка общества, которое фактически это общество ведет к новым социальным совершениям. Так, а все-таки мне интересует вопрос, касающийся вот этих лунных затмений, звездопадов так называемых. Все-таки вот астрономы говорят, что это никак не влияет на людей. Ни звезды, ни затмения. Почему они вот так вот считают? Астрономы уверены, потому что астрономия произошла из астрологии. Наблюдение за звездным небом начали вести еще халдеи и шумеры, исключительно, опять же, с целью предсказания того же самого лунно-солнечного цикла. И вот выяснение времени затмений. И причем у них это как раз было время, когда они четко знали, что там, например, надо делать в каждой из затмений. У них это было наравне. Причем они считали это негативными явлениями. И даже не полагалось смотреть на небо в эти моменты. То есть они считали, что это очень опасное время, которое надо правильно прожить, что называется. Но сейчас немножко по-другому к этому современной астрономии. Совершенно по-другому. Ну, астрономы-то они вообще считают, что там что такое Солнце, что такое Луна и какой-то отдельно взятый человек. Никакой привязки они к нему не имеют. Тем не менее, все-таки как бы астрономия родилась из астрологии. И большинство известных астрономов и отцов астрономии, они были еще в первую очередь и астрологами. Тот же самый Джордан Бруно был астрологом. Причем предполагал, скорее всего, даже, может быть, и знал, что будет как бы за свою именно идеологию, что называется, казнен. А Галилео Галилей? То же самое. То же самое. Он, в первую очередь, он был астрологом. Причем Галилео Галилей был очень таким интересным человеком. Как бы он же там и технический гений. И как бы в астрономии он там много чего открыл. Заявил, что Земля круглая. Но только он это заявил отнюдь не на церковном суде. Он это втихо, молча, там где-то кому-то как-то там на ушко сообщал. А на церковном суде он как бы ни один протокол не подтверждает каких-либо вещей. Наоборот, он там все время заявлял о себе как о законопослушном гражданине, который приветствует идею Господа Бога, что Земля плоская. В общем, я так понимаю, астрологам нужно было понять, как устроен космос. И из этого уже родилась астрономия. Исключительно. Причем именно, что многие планеты в астрономии были открыты именно астрологами. То есть они предполагали, что вот на этой орбите должно находиться некое небесное тело. Именно из... По законам Вселенной. Да, по законам Вселенной. И именно, что вот как бы оно там должно быть. Причем первыми к этому пришли индусы и индийская астрология Джойтиш. Они как раз вот у них высшие планеты. Они как бы их давно учитывали, но даже не наблюдали их в космосе. То есть их можно было найти только уже с помощью большого телескопа, хорошего разрешения. Тот же самый вот Нептун, Плутон. У них далекие орбиты, их так не увидишь. Скажите напоследок, вам самой вот долго пришлось с этим учиться? Это вообще трудно? Ну... Узнавать все, высчитывать. Вот как бы пять лет в Академии. То есть вот 2005 год я туда поступила. Причем занималась я этим с 2003 года, вот начала. Потом в 2005 я поступила в Академию, в 2010 я ее закончила. Ну, до сей поры все крайне интересно. Это удобно планировать какие-то свои дела, может быть, свои перемещения, передвижения заранее? Да, ну, как... Вот опять же у меня вот есть клиентка одна. Она все время как бы выходила, что у нее не получится поехать в отпуск, что там будут какие-то вопросы. И когда вот как бы развернутый момент произошел, я просто сказала, слушай, у тебя свекровь попадает в больницу, и как бы тебе просто вот придется там с ней как-то находиться. Ну, в результате они уехали в отпуск, а со свекровью сидел просто человек-сиделка. И все. Вот. Помогли? Да, просто-напросто нашли выход. Свекровь жива, все хорошо? Да, 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 все обошлось. Вот. Так что ничего страшного. Спасибо вам. Я рада, что есть на планете такие знания, которые помогают всем нам жить дальше, развиваться и выбирать направление деятельности. Спасибо. Приходите к нам еще. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова